Здравствуйте! Мы готовы вспомнить и оценить самые заметные события минувших 7 дней и сегодня наконец-то все больше хороших новостей. Режим ЧП снят, карантин постепенно, но уже очень заметно послабляет и пока больше никаких экономических жертв во имя коронавируса. Какой ценой нам дался этот карантин, каких потерь удалось избежать, как мы будем менять экономику и как это отразится на наших с вами доходах. Ну и про налоги на эти доходы тоже сегодня скажем на этой неделе. С этим было много неясного. Это итоговая программа МТРК. Меня зовут Ульяна Шимова. Начнем. В понедельник в Казахстане сняли режим чрезвычайного положения. Без малого два месяца и вроде не так долго, но за этот период столько всего случилось. Здесь важно разделять режим ЧП и карантин. Первый ввел своим указом президент 15 марта этого года и это было сделано в первую очередь для того, чтобы оперативно и в упрощенном порядке производить закупки медикаментов и других подобных средств, что сильно сэкономило время. А еще такой режим позволил быстро принимать решения в условиях кризиса, в том числе и в налоговой сфере. Это позволило существенно снизить налоговую нагрузку для бизнеса, выплатить людям компенсации за вынужденные простои на работе или признать этот период форс-мажором. То есть допустить невыполнение определенных обязательств под договором. А вот карантин это сугубо санитарный термин. Комплекс мер направлены на то, чтобы не допустить распространения инфекции, то есть максимально разобщить людей, усилить дезинфекционные мероприятия. Можно ли было ввести карантин, не объявляя ЧП при этом? Да, конечно, но жить людям было бы тогда гораздо сложнее. Так что прекращение режима ЧП вовсе не означает эффектного скидывания масок и возвращения к прежней жизни. Как уверяют специалисты, угроза заражения пока остается, поэтому карантин снимают постепенно. В Петропавловске жесткие карантинные меры ввели в начале апреля, после они распространились и на всю область. Эти карантинные хроники наверняка останутся в памяти у каждого. Вынужденный простой в делах и финансовые убытки, полная несвобода в перемещениях, разлуке, крушение планов и иногда даже страх. Это из-за невидимой, но, судя по тревожным сообщениям со всего мира, реальной угрозы. Впрочем, в Североказахстанской области ни одного тяжелого случая коронавируса за этот период не было. Все пациенты переболели в легкой форме или вовсе бессимптомно. И аппараты искусственной вентиляции легких, к счастью, никому из них не пригодились. Зато теперь в Североказахстанской области пять новеньких ВЛ, которые прибыли в регион уже в самый разгар пандемии, а всего на базе инфекционной больницы Петропавловска, их 10. Всю эту неделю Североказахстанская область уверенно удерживает последнее место в коронавирусной статистике Казахстана. И хотя специалисты требуют сохранять масочный режим и соблюдать жесткие санитарные меры, жизнь в регионе налаживается буквально на глазах. На этой неделе наконец-то заработал общественный транспорт, детские сады, открылись непродовольственные магазины вне зависимости от площади, продуктовый супермаркет вернулись в привычный режим работы и квест «Успея за едой до семи», к большому счастью, завершился. И в понедельник Акимобласти несколько часов лично объезжал город, стройплощадки, улицы, дороги, заводы. Причем Кумар Аксакалов поехал вместе с журналистами в автобусе, чтобы по ходу рассказывать, что к чему. И видно было, что все соскучились по такому формату работы. Пресс-секретарь Акимобласти Тимур Абдрешев на своей странице в Facebook назвал это автобусной пресс-конференцией. И после брифингов в режиме стейтмент, с помощью которых мы и получали информацию в последнее время, это лучшее, что могло было случиться между властью и журналистами. Но, конечно, эта четырехчасовая поездка по городу возникла не потому, что давно не виделись. Акимобласти действительно было, что рассказать журналистам. В посткарантинный период мы, похоже, собираемся не только наверстывать, но и наращивать. Прямо сейчас наступил такой момент, когда уже пора подумать о том, как и на что мы будем жить в условиях мирового экономического кризиса, обвалов традиционных для Казахстана сырьевых рынков, которые сейчас, когда острый период заболеваемости коронавирусом позади, выглядят гораздо более серьезной опасностью, чем вирус. В понедельник президент Казахстана Касым Жумард Тукаев выступил на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению. Глава государства говорил не только о том, как мы будем постепенно возвращаться к обычной жизни. Пожалуй, главным посылом этой речи было то, что Казахстану необходимо выстроить, и вот дальше цитата, новую структуру экономики. И конкретные предложения по поводу того, как это сделать. Вот даже комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения теперь преобразована в Государственную комиссию по восстановлению экономического роста. Разница в формулировках колоссальная. То выступление президента, которое в текстовом виде было опубликовано на официальном сайте Акурды, было по сути планом, и мы сегодня подробно разберем, каким образом эти меры отразятся на нашей с вами жизни и доходах, но эмоционально и массово сразу же после публикации стали обсуждать одно единственное предложение президента о введении прогрессивной ставки индивидуального подоходного налога. Вот что по этому поводу сказал президент. Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы ИПН в отношении заработных плат и других видов дохода. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет. Наша основная цель – вывести из тени наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат. Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте. И вот, как поняли это предложение, абсолютное большинство комментаторов в социальных сетях. Сразу появилась вот эта таблица. Потом выяснится, что это предложение, которое озвучивала еще в феврале месяце директор департамента Министерства национального развития. И вот эта шкала не имеет ничего общего с социальной справедливостью, как посчитали большинство людей. Действительно, применять повышенную ставку ИПН, уже начиная с зарплаты в 60 тысяч тенге, это вовсе не означает вывести из тени нижний сегмент заработных плат, о которых говорил президент. В эту ситуацию в итоге сам глава государства и внес ясность. Будучи в Алматы, во вторник Асамжумар Тукаев рассказал, как он понимает социальную справедливость и какой доход, по мнению президента, должен облагаться повышенным налогом. В принципиальном плане я считаю, что рано или поздно мы должны подойти к этому вопросу с точки зрения справедливости. Смысл прогрессивной шкалы состоит в том, чтобы люди, которые зарабатывают не так уж много и тем более мало, должны платить меньше налогов. А люди, которые зарабатывают очень много и в наших условиях считаются богатыми, должны платить, соответственно, больше налогов. Такая система существует в целом ряде государств. Например, в моем понимании, если человек зарабатывает до 250 тысяч тенге, может быть больше, до 300 тысяч тенге, он не должен платить налог 10%, он может платить налог примерно 7%. Это решит рабочая комиссия правительства. Но, допустим, что касается среднего класса, то в отношении него по-прежнему будет применяться налог 10%. То есть 10% – это налог широкого спектра действия. Условно говоря, с 300 тысяч тенге до 1,5, а может быть, 2 миллионов тенге, получающие люди эту сумму будут платить 10%, как было и раньше. Люди, зарабатывающие более 25 миллионов тенге в год, как я считаю, должны платить больше 10%. Какую сумму налога они должны платить, опять же, определит комиссия. Это будет 13 или 15%, но не больше 15%. Я считаю, что в нашей стране подоходный налог не должен быть больше 15%. Ну а чуть позже вице-министр национальной экономики Мадита Киев заявил, что все предложения по прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога будут обсуждаться с общественностью. Министерство создаст рабочую группу, в которую войдут депутаты парламента, представители Национальной палаты предпринимателей Атамикен, отраслевых министерств и общественные деятели. Пороги и ставки, хочу заверить, будут обсуждаться открыто, поскольку работа только началась, размеры шкалы доходов, ставок пока у нас не определены. Вся информация правильная будет идти от рабочей группы, все остальное будут фейковые новости, добавил вице-министр. Кстати, в этом же своем выступлении в понедельник на Госкомиссии Касым Жумар Тукаев отметил, что все эти недели, хоть и были упущения в работе, но многие вопросы решались с активным участием казахстанского общества. И это стало важным этапом перехода к концепции слышащего государства. И это очень большой шаг для страны, где еще слишком сильны традиции, когда одни считают, что от них ничего не зависит, а другие, что только от них и зависит. Вообще, конечно, хочется верить, что в нашем обществе идут фундаментальные перемены, потому что перестроить экономику принципа государственного управления без смены парадигмам и мировоззрений нереально. Вот, например, за годы независимости в Казахстане государственные органы подверглись реорганизации больше 500 раз. Каждая эта попытка обходилась бюджету примерно в 160 миллионов тенге. Но ни одна из них не оказалась эффективной. Это цитирует исследование фонда первого президента «Эксклюзив Кейзет». А сколько было разных экономических программ по диверсификации, но от сырьевых рынков мы по-прежнему очень сильно зависим. И вот прямое указание на то, что уже давно пора работать по-другому, есть и в выступлении президента в понедельник. Следует исключить ненужные процедуры согласования, совещания, пустую трату времени и средств. Эта практика изжила себя. Решения нужно принимать быстро. И самое главное – выполнять их, заявил Касымжимар Тукаев. Ну а теперь о том, чем должен заняться государственный аппарат в первую очередь в посткарантинный период. Главное – это повысить самодостаточность казахстанской экономики, то есть сделать так, чтобы она все меньше зависела от внешних факторов. В нашем случае это по определению самого президента выстроить новую структуру. Это, конечно, серьезная заявка, но ведь действительно нужно реформировать и энергетику, как в сфере источников энергии, так и в сфере энергосбережения. Нужно пересмотреть подход к индустриализации, то есть определить наши реальные возможности на экспортном и внутреннем рынках и поставить достижимые цели. Это вот, чтобы не строить дорогие проекты, которые потом годами простаивают, не находят рынков сбыта и сами по себе становятся одной большой проблемой. Как говорится, за примерами далеко ходить не нужно. Продовольственная безопасность страны – это тоже пока нерешенный вопрос, несмотря на огромные вливания в агропромышленный сектор. И если крупные хозяйства, пользуясь всеми доступными им инструментами господдержки, чувствуют себя относительно неплохо, то почти 2 миллиона личных подсобных хозяйств страны агробизнесменами себя не назовут. Президент поручил разработать пилотный проект по развитию кооперационной цепочки на селе от поля до прилавка. Кстати, в Североказахстанской области есть примеры успешно работающих кооперативов по производству молока, и практика показывает, что эта модель достаточно эффективна. Наверное, в истории Казахстана были и гораздо более благоприятные моменты для серьезных экономических преобразований. Но сегодняшний уж точно самый подходящий, потому что не менять ничего уже нельзя, ведь цена деньгам сейчас уже не та, что в так называемые тучные годы. Например, выделенные по новой дорожной карте занятости почти триллион тенге нельзя просто освоить. Замечательный термин, очень многогранный. Так вот, освоить и отчитаться так нельзя. Это слишком большая расточительность в нынешних экономических условиях. Финансируемые в это сложное время проекты должны в первую очередь создавать новые рабочие места. Это, собственно, и есть главная задача дорожной карты, но вместе с тем, как сказал президент, нужно создавать активы, генерирующие долгосрочные экономические доходы, либо развивающие наш человеческий капитал. И именно поэтому в рамках дорожной карты проекты по строительству модернизации школ, больниц и других социальных объектов. В Североказахстанской области в ходе реализации дорожной карты занятости будет создано 6,5 тысяч новых рабочих мест. Половину из них привлекут через центры занятости. И за этот период реализуют 377 инфраструктурных проектов. 11 из них в Экемате называют перспективными. То есть потом эти объекты станут рабочим местом для 442 специалистов. Бюджет программы в регионе более 32 миллиардов тенге. Эти средства направят как на ремонт и строительство новых социальных объектов, сферу ЖКХ, так и на инженерно-транспортную инфраструктуру. 32 миллиарда на почти 400 объектов – это огромная работа по всей области. Это как крупные проекты, так и совсем небольшие, но очень важные для конкретного села. Ремонт дороги или моста, установка спортивной площадки или ремонт школы, ремонт врачебной амбулатории или дома культуры. Кстати, по поводу сельских домов культуры. Их впервые за долгие годы будут так массово ремонтировать. И это хороший шанс сделать их действительно полезными для максимального числа сельчан. Как по-хозяйски заметил Кумар Аксакалов, если здание отапливается, нужно, чтобы там с утра до вечера бегала детвора, потом приходила молодежь и люди старшего поколения. То есть дома культуры должны стать многофункциональными, универсальными объектами, а не просто залом с креслами. Кстати, президент пообещал, что по итогам реализации проектов дорожной карты занятости будет проведен анализ их социально-экономического эффекта. А это накладывает дополнительную ответственность на тех, кто сейчас разрабатывает эти проекты, будет их курировать и принимать. В пятницу Кумар Аксакалов побывал в Козылжарском районе. Там тоже целый список объектов, которые нуждаются в ремонте и будут финансировать именно за счет дорожной карты занятости. Плюс к этому в районе реализуют программу АУЛ Ель Бесыг, который позволит комплексно благоустраивать сельские территории. В общем, поле для деятельности огромное и для контроля тоже. В распоряжении Бескольского дома культуры 920 квадратных метров. Но было здесь только 11 кружков, в основном музыкальных и танцевальных. Четверть всей площади и вовсе не использовали. Рациональные к делу подойдут после ремонта. К примеру, на втором этаже расширят зал хореографии и сделают небольшой фитнес-зал, о котором очень просили сельчане. Здесь у нас теперь будет стрейсинг, йога, фитнес и байно-спортивные танцы. Это мечта множеств без кулян. Для их удобства появятся раздевалки и душевые. Такой комплекс привлечет намного больше сельчан, чем обычный дом культуры. От его привычного понимания давно пора отойти. Мы же ежедневно не проводим в большом зале мероприятия. Так ведь, там встречи какие-то, концерты и так далее. Поэтому все помещения, они должны работать круглый год. И в селах должны появиться, мы даже назвали не дом культуры, а культурно-оздоровительный центр должны быть. Всего в области отремонтируют 24 дома культуры. 15 из них перепрофилируют в такие комплексы. Масштабные работы проведут и на объектах образования. Некоторые из них остро нуждаются в ремонте. Спортзал в Бескольской средней школе номер 2 полностью изношен. Протекает кровля. На восстановление выделили полтора миллиона тенге. На днях уже приступят к ремонту. Материалы казахстанские, 90% должны быть казахстанские. Вот вы посмотрели, сколько здесь процентов будет североказахстанского. Не так, чтобы, знаете, мы купили в магазине города Петропавловска. Это не означает, что наше производство должно быть именно североказахстанского производства. Сколько? Ну, процентов 50, наверное, будет. Вы должны уже знать. Вы должны уже четко знать. Работы завершат до сентября. Ученики в День знаний придут в совершенно новую школу. Знания здесь получают 650 ребят. Нагрузка на учебное заведение большая. Потому около ста человек перейдут в школу, которую строят на окраине Бесколя. Мы очень просили построить школу именно здесь. У меня трое внуков. Всем им приходится далеко ехать, чтобы учиться. Сейчас мы очень рады. Как и другие семьи, которые живут в этом районе. Теперь у нас и освещение сделают, и дорогу. И не только в этом микрорайоне. На ремонт дорог внутри Бесколя выделили свыше 700 миллионов тенге. В порядок приведут 22 километра на 40 улицах. А по району на ремонт дорог потратят свыше 2,5 миллиардов тенге. Кроме инфраструктуры развивается в районе и производство. Одно из образцовых – ИП «Левин». Качественная мебель, которую здесь выпускают, пользуется большим спросом в Казахстане. В год производят 36 тысяч изделий. Около 4 тысяч в месяц. Конечно, это мало. На сегодняшний день спрос уже, наверное, в течение двух лет превысил предложение. Каждый раз понимали, нам надо что-то увеличивать, нам надо что-то делать. Как увеличить, как сделать труд легче. Потому что, ну, туда емко. Потому приобрели двух вот таких роботов-помощников. Оформили кредит через экономику простых вещей. Скорость производства увеличилась на 30-40%. Но и этого недостаточно. Нужен новый цех. К тому же, помимо мебели, здесь планируют изготавливать и архитектурные фигуры. Глаз радовать они будут долго. Вот такой фламинго не менее полувека будет украшать парк или аллею. Все упирается только на отсутствие объекта. За этим зданием находится большая площадь, пустая, свободная. И она уже очень много лет никем не тронута. Там все запустение полное. Это ТО Иволга. Это территория просто, да? Территория. Там стоят два здания, которые уже в очень аварийном состоянии. Они нам предлагали цену 300 миллионов. Это нереально. Вот если мы вам поможем, сколько вы еще места создадите рабочих? Два раза. Если мы будем увеличиваться, конечно. Два раза? Да. И объем работы соответствует. Естественно. Глава региона пообещал содействие в решении проблемы. Помогут власти и сельхозтоваропроизводителям. Мы больше всех в стране производим молока. И нам нужно рынок насытить свой республиканский. И потом выходить на экспорт. Это рентабельно, так, Владимир Николаевич? Это круглогодичная занятость людей. В этом году в регионе планировали запустить 10 молочно-товарных ферм. Но из-за коронавируса фермеры не могут выехать за границу, чтобы закупить племенных буренок. Теперь рассчитывают на запуск трех-четырех. Нарушила пандемия и планы ТО «Якорь СК». Комплекс они запустят в следующем году. А вот облик самого села изменится уже в этом. Работы в Доме культуры завершили. Но главное, скоро якорцы смогут сменить резиновые сапоги и галоши на туфли. Практически все дороги в селе отремонтируют. Не менее масштабная реконструкция будет и в Соколовке. В рамках дорожной карты занятости выделили 74 миллиона тенге на восстановление дорог. Еще 40 – на ремонт моста. Не оставят без внимания и врачебную амбулаторию. Ее построили более 32 лет назад. Капитальный ремонт не проводили ни разу. В этом году здание приведут в порядок. А еще полностью заменят все коммуникации. Это впервые, так скажем, на село зашли капитальные ремонты. По программе ОЛБСГ выделено 148,6 миллиона тенге. Это наимен трех амбулаторий врачебных. В дорожной карте у нас только одна врачебная амбулатория прошла. Это Багалюрская врачебная амбулатория, которая построена в 1962 году. Работы очень много, как и вложений. Бюджет составил 5,5 миллиардов тенге. Но от козлжарцев ждут хороших результатов. В том числе и по итогам посевной. В ней задействовано 311 агроформирований. Они засеют свыше 40 тысяч гектаров масочных. На 110 тысячах разместят зерновые. Треть плана уже выполнили. Конечно, нельзя побывать в такой период в районе и не узнать, как дела у аграриев. Они в этом году сеют в особых условиях. Это поначалу. Определение было со знаком «минус». А вот потом, когда фермерам обеспечили беспрепятственный проезд через блокпосты. А после и вовсе их убрали. Временные трудности закончились. И осталась лишь мощная финансовая поддержка от государства. И особое внимание со стороны местной власти. В этом году аграриям не мешает и павода, которым так пугали. И теплая весна позволила начать сев гораздо раньше сроков. Но вернемся к инфраструктурным проектам. И к их мультипликативным эффектам. Что это значит? С одной стороны, это занятость людей на объекте. А с другой, улучшение инфраструктуры населенного пункта. Но плюс к этому еще и заказы для сопутствующих отраслей. Если речь идет о строительстве и ремонте домов, дорог, коммунальных сетей, это расходные материалы. Так вот, главное условие новых программ инфраструктурного развития – это максимальная локализация. Вместо прежних 40% местное содержание нужно будет повысить до 60-70%. То есть, определены даже конкретные доли в общем объеме материалов, которые должны быть закуплены именно у местных производителей. К последним, конечно, тоже есть вопросы. Но такие жесткие рамки – это хороший способ стимулировать всех участников рынка. А когда, если не сейчас? Я подчеркиваю нашего северо-казахстанского производства. Понятно, некоторых вещей у нас нет. Там щебня, там кирпича мы знаем, что нет. Пока. Значит, мы допустим, что они могут быть завезены в соседних регионах. Но все остальное по максимуму надо закупать у местных производителей здесь. У нас в области имеются железобетонные и металлоконструкции, кровельные, сыпучие пиломатериалы, трубные изделия, окна, двери и так далее. Это только звучит как-то очень сложно, но, как показывает практика, купить строительные материалы на месте, а не ждать их поставки из других регионов – это вовсе не обязанность и не план, спущенный сверху, а очень хороший способ наладить процесс максимально эффективно. Например, как заявляют подрядчики во время строительства этой новой школы по улице Улиханово в Петропавловске, использованы только местные материалы за очень редким исключением. Все материалы наши свои, так? Все абсолютно. Плиты, окна, кирпич, мы фельмы наберем, газоблок, все местные, мы ничего не завозим, кроме вот составной регилей. Небольшой рынок собственных строительных материалов, фирмы-проектировщики, которых можно по пальцам пересчитать, недостаток квалифицированных кадров, сложные схемы со многочисленными СУП, СУП, СУП-подрядами и единицы тех, кто имеет ресурсы и кадры, чтобы отстроить проект от А до Я, отвечая за качество на всех этапах. Это вот все проблемы строительной отрасли региона, которые теперь придется решать принципиально. Как сказал Кумар Аксакалов, Североказахстанская область должна превратиться в одну большую строительную площадку. Огромные средства вкладываются по самым разным каналам. Это и бюджет, и деньги вкладчиков, жилстрой Сбербанка, и коммерческое жилье. Стоя на балконе 18 этажа новой высотки в микрорайоне Жасуркен, рассказывать о планах по строительству вышло очень эффектно и, наверное, на то и было рассчитано. Вообще, строить город вверх, а не вширь – это почти авторская концепция Аксакалова. Помните, как жители Береке жаловались недавно назначенному Акимом Кумару Аксакалову на плохое отопление, на сложное транспортное сообщение? А тот недоумевал, зачем в этом районе начали строить такой густонаселенный массив. Так вот, решено, что город вширь расти не будет. В Петропавловске затеяли масштабную программу по реновации. Это значит сносить старые дома, а вместо них строить новые. Конечно, это не самый простой путь, снос обычно сам по себе достаточно дорогостоящие мероприятия, плюс это сильно увеличивает сроки, но и резонов у реноваций много. 15 тысяч частных домов, большая часть из которых устарела морально и физически, может быть заменена на современную многоэтажную застройку. Впрочем, комфортный город – это не только хорошие дома, но и грамотно спланированная и качественно выполненная инфраструктура. А в том, что современный Петропавловск нуждается в настоящем развитии дорожной сети, а не просто в ремонтах уже существующих улиц, нет никаких сомнений. Вспомнить хотя бы, как здорово удалось разгрузить улицы Мира и Пушкина, когда от Валиханова открыли проезд на Жумабаево. И вот этому городу нужны еще такие же нестандартные решения, что, где и когда построят в Петропавловске уже совсем скоро, как изменится город в глобальном смысле в репортаже Айгири Мукашевой. На этой неделе глава региона Кумар Аксакалов побывал на нескольких строящихся объектах. Это одна из площадок. Город как на ладони. Такой вид открывается с 18 этажа самой высокой новостройки Петропавловска. Небоскреб по меркам нашей области возвели в Жасуркене за год. Привлекает в нем не только панорама из окна, но и цена. Квадратный метр стоит 140 тысяч тенге по государственной программе 7-20-25 для очередников. Уже летом они отметят новоселье. Правда, шум стройки под их окнами не утихнет. По соседству возводят еще две 18-этажки. Посмотрим на отзывы людей. Послушаем жителей. Если эти проекты не приживутся, то я думаю, что можно будет еще и устроить. Город должен расти ввысь для того, чтобы более эффективно использовать городскую территорию. Такая концепция только в нашей области. Другие регионы строят многоэтажки на свободных окраинах, протягивают туда дороги и коммуникации. И, естественно, повышают тарифы для населения. В нашей области выбрали другой путь. В этом году в Петропавловске появится минимум 25 многоэтажек. Значительная часть на месте снесенного частного сектора. Уже вторая линия, парковая, она будет сноситься и там будет строиться такое же жилье. Вот аналогичные проекты. Вот здесь два квартала будут сноситься и станут еще большие два комплекса под 300 квартир. Под 300 квартир. Расширится улица Парковая. Будет проезд. Скучать жильцам не придется. Под боком дворцы школьников и спорта. А в октябре, наконец, достроят казахский драматический театр. Вход облицовывается гранитом. Декоративный колонн, ионический стиль. Облицовка травертином тоже. Витражи, окна театра, алюминия, термоизоляция. Не менее изысканно будет и внутри. Неоклассицизм с нотками Востока. Но даже не это главное. Безупречная акустика. Вот изюминка театра. Не стыдно будет пригласить звезд мировой величины. Зазвучит и классическая музыка, подчеркивая, таким области. Уже существующие храмы Мельпомены тоже не останутся без внимания. Театр имени Погодина капитальный ремонт не видел почти полвека. Дождался. В июле начнут работы. Поменяют инженерные сети, изменится фасад и интерьер. За основу взяли кжель. Это вид русской народной росписи. От нее оттолкнулись. Мы уже получили цвет, мы получили уже какую-то атмосферу этого театра. И думаю, в конечном итоге мы придем и будет смотреться очень интересно, свежо, оригинально. То есть, по крайней мере, похожего не будет. Театр начинается с вешалки. Когда проектировали русский драматический, выражение, видимо, поняли буквально. Гардероб первое, что видят в этом театре ценители прекрасного. А плошность исправят. От авторских дверей на входе до убранства зала. Каждый уголок будет оригинальным. Люди должны получать не только эстетическое восприятие, ощущение красоты, особой атмосферы, приобщение к какому-то прекрасному. Поэтому нету мелочей в театре. Музей под открытым небом. Планы на район под горы и у градоначальника, и у Акима области грандиозные. О концепции они рассказали журналистам во время объезда города. Идея такова. Прогулявшись по главной улице Петропавловска, жители и гости города могут свернуть на Потанино и оказаться в русской народной сказке. Рябины, липы и березы здесь уже высадили. Картину скоро дополнят фонари в старинном стиле. А изюминкой должна стать площадь перед храмом. Сейчас там частные дома. А вот по улице у Алиханова снос будет грандиозным, как и последующая застройка. Школа, детский сад и 10 многоэтажек появятся на месте частных домов. 57 домов сносится. Вместо этого строится 885 квартир. Это намного выгоднее. Владельцы снесенных домов получат на выбор либо деньги, либо квартиры. Последняя мечта для тех, кто десятилетиями жив в разваливающемся старом доме. Изменится и сама улица у Алиханова. Планируем сейчас проект в разработке расширить улицу. То есть она будет полноценная, четырехполосная. Две полосы туда, две полосы обратно. Со всеми необходимыми коммуникациями. Здесь уже освещение есть. Значит, тротуары, зеленая зона. Такое же благоустройство будет и на улице Крепостной. В порядок приведут 900 метров на участке от Жамбыла до Уэзова. Часть строений мы в прошлом году уже снесли. Часть процедуры сейчас продолжается. Для них специально восстанавливаем отдельное здание, отдельный дом недостроенный. Мы будем переселять всех туда. И средства полного объема есть. Порядка 300 миллионов. После реконструкции Крепостная разгрузит многие магистрали города, в том числе и улицу Ауэзова, которая в часы пик очень загружена. Крепостная станет транзитной и свяжет сразу несколько микрорайонов. И новая дорога будет для микрорайона Капай. Мы же сейчас разрабатываем проект его. Удобный выход в центр города получат и жители Береке. По нему вопросов, конечно, много. Узкие проезды, слабое озеленение, где-то нет освещения. Даже элементарно прогуляться негде. Горожанам прислушались. Скоро на въезде в микрорайон появится долгожданное место для отдыха. Вот такой сквер поделен на семь секторов. Спортивная, игровая, беговая, зоны прогулки, чтения и даже амфитеатр для проведения мероприятий. Много зелени и света. Не только днем, но и ночью. В Береке мы планируем порядка 80 миллионов. Это только на самом микрорайоне освещение. От Ауэзо до Байбова вся эта улица тоже будет подсвечена. То есть давняя проблема от того, что здесь действительно не хватало освещения, в этом году будет уже осуществлен. Кроме того, по тем годам, которые 3800 светильника было установлено, это дало экономию почти 11 миллионов деньги. В прошлом году на эти 11 миллионов мы уже в прошлом году работы провели здесь. Благоустройство – тема, волнующая многих. Во время пресс-тура в каждом дворе, как и мам, области и города, обращались петропавловцы. Чаще всего с вопросом о парковках. Точнее, их отсутствии. Автомобили во дворах ставят как попало и где придется. Но выход нашли. Под парковки отдадут неиспользуемые земли. Мы по городу прорабатываем вариант, чтобы найти такие площадки, вернуть их и устанавливать там парковки для жителей определенных массивов. Вот здесь большое количество многоэтажных домов. И для них мы делаем парковку. Она будет обустроена полностью. Здесь будет видеокамера освещена. То есть, на самом деле, мы разгрузим придомовые территории. Парковка будет бесплатной. Такие проекты в этом году реализуют минимум в 10 дворах. В большинстве уже ведутся работы. Во все она кипит и на железнодорожном вокзале. Используют по максимуму каждый день, пока нет пассажиров. Сроки опережают. Уже ремонтируют выход на платформы. Будет не только тепло, но и удобно. Там наряду с лестницей поставят и лифты на 10 человек. Люди, представляете, с тяжелейшими сумками. Все эти годы поднимались. Понятно, что они думали о время прохождения этого пути. Также с этими сумками спускаешься. Опять поднимаешься. С чемоданами. Ну сколько неудобств. В конце концов. Поэтому это очень хороший проект. Очень важный для того, чтобы наш город был современным. Внутри убрали все ненужное и расшили пространство на треть. Полностью реконструкцию вокзала планируют завершить к концу года. Давно Петропавловск не менялся так стремительно. Но за всеми этими переменами и красивыми проектами современных высоток очень важно не потерять уникальности и совершенно особенный купеческий шарм, который еще очень хорошо чувствуется в старой части города. И это действительно очень здорово, что в областном центре есть и микрорайон Жасуркен, например, и стройные ряды красно-кирпичных зданий вдоль улиц Конституции. Большая часть исторических строений, которые считаются в Петропавловске архитектурными памятниками, находятся в частной собственности. Конечно, разные случались истории. С разной степенью трепета новые владельцы относились к пожившим зданиям. Кто-то реставрировал по всем правилам, ну а кто-то уродовал надстройками и зашивал нарядные фасады уродливым алюкобондом. Впрочем, только лишь на добросовестность владельцев в этом вопросе полагаться нельзя, есть законные требования к реставрации таких зданий. У нас из 65 архитектурных зданий памятников, на 42 располагаются, они находятся в частной собственности. Это в свое время нам дало возможность спасти эти здания памятники. Бизнес, он может зайти, изъявить свое желание, что он хочет восстановить. С ним обязательно подписывается охранное обязательство, в которых прописано, что они имеют право делать, что они не имеют право. То есть, как они должны сохранять, что реставрационные работы проводятся только специализированные фирмы, имеющие лицензию. На сегодняшний день у нас в плачевном состоянии находятся еще 4 таких объекта. Сейчас мы ведем работу с бизнесменами, сенатами по вопросу восстановления данных зданий. Ну и вот одно из таких зданий, некогда величественный купеческий торговый дом, а в народе Колизей, тоже было в частной собственности, но без вложений в реставрацию с каждым годом все сильнее разрушался. И вот два года назад стало известно, что его приобрел владелец сети семейной. Это, кстати, не первое историческое здание, где Андрей Исаков будет делать магазин, и опыт в реставрации объектов у предпринимателя есть. Но Колизей находился в таком состоянии, что это не шло ни в какое сравнение со зданием ЦУМа. Сюда требовалось очень много вложений, чтобы проще здание, грубо говоря, где-то с нуля построить, чем реставрировать старое. Поскольку процесс очень трудоемкий, начиная от того, что согласований очень много, то есть каждый элемент, каждый строительный участок, каждый, можно сказать, кирпичик согласовывался. Надеемся, что в середине следующего года мы уже хотя бы первый этап сдадим. То есть мы благоустроим территорию, уже здесь откроется супермаркет на первом этаже. Не меньше 500 миллионов тенге мы уже сюда вложили, вот именно в покупку здания, вот именно в строительные работы. Вообще это нормально, когда находятся предприниматели, готовые вкладывать большие деньги в долгосрочные проекты, которые в конечном итоге будут перехоносить и выгоду, и пользу. Именно так и работает здоровая экономика. Вообще сейчас, когда государству пришлось урезать расходы, стало ясно, сколько у нас всего нездорового в экономике. Так что выстроить новую структуру – это не просто сильная формулировка, но и жизненная необходимость. А если говорить о структуре экономики Североказахстанской области? Имидж главной житницы страны, с одной стороны, очень почетный, но с другой не должен мешать диверсификации. Экономика региона должна быть аграрно-индустриальной и сделать промышленность новым драйвером экономики СКО – это сейчас задача номер один. На заседании областного Акимата в четверг прозвучала информация о том, что промышленность в целом показала рост в 7% за 4 месяца этого года по сравнению с таким же периодом прошлого. А вот машиностроение регистрирует и вовсе небывалый рост в 28%. Это за счет тех колоссальных заказов национальных компаний, которые удалось раздобыть в начале года. Кумар Аксакалов заявил о том, что за 4 месяца они привлекли в экономику региона 300 млрд тенге инвестиций, а в прошлом году за первый квартал было на 60 млрд тенге меньше. И по итогам того совещания Акимобласти написал в своих социальных сетях о том, что удалось сохранить положительные темпы развития экономики, проиллюстрировав это вот такими данными. В общем, судя по нашим показателям, сложно поверить, что по всему миру рецессия и экономический кризис. То ли в стрессовых ситуациях у местных государственных менеджеров открылось второе дыхание, а может нам немного больше повезло, чем остальным. Все-таки даже в самый острый карантинный период удалось не допустить остановки основных системообразующих производств. Несмотря на карантин, удалось создать условия для серчан, чтобы тем нормально подготовились к весеннеполевым работам. И при этом удалось сохранить здоровье и жизни людей. Это совершенно удачное стечение обстоятельств, помноженное на грамотные управленческие решения, стоит использовать как преимущество и не растерять эту фору по дороге. В общем, индустриализация в регионе, несмотря ни на что, а скорее даже вопреки, на марше. Наверное, не стоит недооценивать здесь и значение личных переговоров. Например, Кумарак Сакалов рассказывал журналистам о том, как власти Тюменской области агитировали компанию построить завод у них. Но трансформаторы решили производить именно в Североказахстанской области. Какая еще продукция будет выпускаться под брендом «Сделано в Северном Казахстане», рассказывает Айгирим Мукашева. К концу года на этих 17 тысячах квадратных метров бывшего склада будет масштабное производство трансформаторов. Выпускать электротехническое оборудование взялась крупнейшая компания «Алагиум Электрик». Их очень заинтересовали льготные условия нашей специальной экономической зоны. Скоро сюда начнут подводить коммуникации. Реконструкция здания уже идет полным ходом. По оборудованию уже заключен предварительный договор по поставщикам технологического оборудования и подана заявка на БРК «Лизинг». Как одобрят БРК, мы будем уже заключать договор на поставку всех технологических оборудований. На сегодняшний день, на время СМР, уже мы привлекли более 30 человек местных кадров. Теперь планируем дальше еще увеличивать до 100 человек. И это только для реконструкции. Когда завод заработает, здесь трудоустроят порядка 300 человек. В год планируют выпускать 13 тысяч трансформаторов на общую сумму 12 миллиардов тенге. Основной рынок сбыта – Россия. Там предприятия уже остро нуждаются в электроэнергии. Власти Тюменской области агитировали компанию, чтобы они там построили этот завод. Потому что большая потребность именно в России трансформаторов. Потому что производство развивается, везде нужна энергетика, везде нужны трансформаторы. А вот эти трансформаторы, которые выпускает эта компания, «Алагиум Электрик», они показали качество и цену. А на территории будущего завода ламинированной фанеры реконструкцию уже заканчивают. Скоро установят оборудование. Инвестор вложил в завод почти 2 миллиарда тенге. Мы будем использовать сырье, казахстанские сырье, казахстанские березы. Вот так. Фанера используется в основном на средствах, на транспортных машинах и для мебели используют. Наладят полный цикл производства. Трудоустроят 150 человек. В год планируют выпускать 18 тысяч кубометров ламинированной фанеры из березы. Она станет своего рода брендом. В мире не так много стран, на территории которых растет белоствольное. Собрали мы всех пользователей, всех лесхозы. Агусхан выступил, предложил им цену за кубометр. Наши согласились. Они, откровенно говоря, даже дешевле продают. Он предложил им хорошую цену для наших лесопользователей. Поэтому это тоже и для них хорошо. Они не только будут на трава пускать свою продукцию. Тем, кто переживает, что из-за этого производства лес значительно поредеет, можно выдохнуть. Фонд пополняют регулярно молодыми деревьями. Да и заводу нужно всего 36 тысяч кубометров в год. Для сравнения, только на дрова в наш области уходит 500 тысяч кубов березы. Половину выпущенной продукции будут продавать на казахстанском рынке, остальное – за рубеж. Но не все так гладко. Инвестору нужна котельная. Построить ее он не может из-за бардака Петропавловского завода тяжелого машиностроения. Инвестор говорит, ну дайте мне, слушай, котельную здесь вот хочет поставить. Склад, да? А по ЗТМ вот мусор, свалка. Свалка. И говорит, нет, у нас планы стратегические на эту землю. Продайте. Он же не бесплатно хочет. Продайте. Ничего не решают. Ну как так можно, а? Это разве по-государственному? У ЗИК-100 трудности тоже были. Конечно, намного масштабнее. Почти полтора года завод не работал. Какое-то время люди сидели без зарплат. Проблему решали на правительственном уровне. Выход нашли. Заключили договоры, перезапустили производство. Но главное, люди вернулись на работу. Люди все работают в полном объеме. С мая месяца подняли людям всем заработную плату без исключения на 20% от существующей. Получили заказ на 300 платформ. В апреле месяце уже выполнили продукции. На миллиард 536 миллионов уже сделали продукцию в апреле месяце. Портфель заказов на этот год 15,5 миллиардов тенге. Сейчас прорабатывают еще один крупный заказ. 2000 полувагонов свыше 40 миллиардов тенге. Работы будет много. Завод ЗИК-100 приглашает специалистов. Вообще то, что ситуация в целом налаживается, уже очень хорошо чувствуется. Это я про уже порядком надоевший карантин. Уже завтра откроют беспрепятственный проезд между районами и Петропавловском. Этого с большим нетерпением ждут многие. Список открытых объектов бизнеса пополнят базы отдыха, кафе и гостиницы. И даже праздничная линейка, посвященная окончанию учебного года, будет. Выпускникам все-таки вручат аттестаты о среднем образовании лично в торжественной обстановке. Правда, мероприятия должны пройти на открытом воздухе, на территории школы, без гостей, с соблюдением санитарных норм. А ведь еще совсем недавно казалось, что это закончится не скоро. Что на работу нужно будет еще долго ходить со справкой. Что прогулки вне закона, если, конечно, ты несчастливый владелец собаки. Что надо все делать онлайн, даже учиться и покупать продукты. Что маски и перчатки – это теперь самые популярные аксессуары, и это надолго. Впрочем, с масками пока все-таки не расстаемся. Ну а мы продолжаем находить для вас самые интересные и самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе, а 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь на МТРК, новости будут, и пусть больше будет хороших. Редактор субтитров А.Семкин